Добрый день, уважаемые коллеги! Слышно хорошо? На самом деле идею создания такой лекции мне подали районные онкологи. По какой причине? Во-первых, на сегодня онкогинекологические пациенты живут долго, к счастью, и нам приходится проводить и 2, и 3, и 6, и 7, и 10 линий терапии. К сожалению, цитостатики уже давно перестали исследоваться, и в 5-6 линии, в общем-то, уже арсенал всех цитостатиков исчерпан. А таргетная терапия, она на сегодня активно развивается, и у районных онкологов, и вообще у клиницистов на сегодня как раз арсенал таргетных препаратов очень большой. Но в онкогинекологии очень мало каких таргетных препаратов зарегистрировано, но иногда возможно дать таргетные препараты даже не по зарегистрированным препаратам, там в 6-ю, 7-ю, 10 линию терапии. И еще одна причина, которая привлекла за собой создание такого доклада, это то, что в последнее время вы, наверное, знаете, появилось большое количество фирм, которые проводят молекулярно-генетическое тестирование, профилирование, и назначают препараты по этому молекулярному профилированию. Поэтому я постаралась изучить все именно клинические данные, которые на сегодня имеются по таргетной терапии, известной и та, которая есть в арсенале у онкологов, и можно ли какие-то препараты на самом деле давать в онкогинекологии. Итак, все мы прекрасно знаем, что онкогинекология занимает одно из ведущих мест из заболеваемости, смертности от онкологических заболеваний у женщин. Если говорить про рак яичников, то посмотрите, на самом деле гиперэкспрессии и мутации отмечаются достаточно большого процента генов. Вот вы видите премуцинозные кераз-мутации, хер-2 мутации, амплификации встречаются, бераф-мутации и гиперэкспрессии. ПИ-3К мутации гиперэкспрессии, хер-2 рецепторы. Мы сегодня не будем говорить про парп-ингибиторы, которые зарегистрированы, показали свою эффективность. Мы будем говорить как раз больше о препаратах другого класса, которые возможно, по идее, дать, если имеются гиперэкспрессии или мутации каких-то генов. Если говорить про рак шейки матки, то в канцерогенезе его участвует вирус папиллома человека и доказано, что при раке шейки матки гиперэкспрессии GFR и VGF встречаются в большом проценте случаев и коррелируют с плохим эффектом. Так, это что-то не наше. Так, и при раке шейки матки изучали это в последние годы данные. Также отмечаются мутации P53, керас-мутации, амплификации GFR-хер-2 и находят достаточно большой процент мутаций гений Берсей-1-2. Если говорить про рак эндометрия, то первого типа рак эндометрия – это опухоли, которые зависимы от гормонального статуса. При этих опухолях отмечается высокой экспрессии эстрогенов, прогестеронов и процент мутации керас, птен, микростелитная нестабильность до 45% встречается в этой локализации. P3K мутация встречается достаточно в большом проценте случаев. Также и гиперэкспрессия, амплификация хер-2. Про гормонотерапию, которая зарегистрирована и демонстрирует хороший эффект при раке эндометрии, именно первого типа, хорошо известно, об этом мы сегодня говорить не будем. И по поводу как раз эстрогенов. При раке эндометрии эстрогены играют очень большую роль. Они стимулируют, во-первых, действуют на рецепторы эпидермальных факторов роста, следовательно, действуют на все активные пути канцерогенеза и МТОР. Поэтому данная группа препаратов очень эффективна при данной локализации. Рак тела матки второго типа – это агрессивные опухоли серозного гистологического варианта. При этих опухолях встречаются в большом проценте случаев гиперэкспрессии и амплификации хер-2-нео. Следовательно, встает вопрос, может быть, использовать как раз данную группу препаратов для этих больных. И все мы прекрасно знаем, что белок P53, если он нарушается, то в этом случае отмечается высокая экспрессия сосудистых факторов роста. Следовательно, могут быть эффективны препараты, которые ингибируют сосудистый фактор роста. И хер-2-позитивный статус при раке эндометрии коррелирует с плохим прогнозом. Следовательно, учитывая весь этот экспрессионный мутационный профиль рака эндометрии, рака шейки матки, рака яичников, мы будем рассматривать и найдем в клинических исследованиях доказательства. Нам нужно найти доказательства эффективности препаратов херцептина, блокатора хер-2-рецептора, пертузумаба, эрбитукса и малых молекул, которые ингибируют рецепторы хер-2 и хер-1. И кроме цитоксимаба мы еще посмотрим эффективность препаратов, блокирующих HGFR-рецепторы, этерлатиниба и гифитиниба. И при всех гинекологических опухолях вы видели очень высокая экспрессия сосудистых факторов роста, рецепторов сосудистого фактора роста. Значит, мы рассмотрим также эффективность препаратов, которые блокируют сосудистый фактор роста, и в кровяном русле, это моноклональные антитела, и препараты, малые молекулы, которые блокируют рецепторы сосудистого фактора роста и ряд других рецепторов, то есть мультикиназные ингибиторы. И рассмотрим эффективность МТОР-ингибиторов, темсеролимуса и веролимуса. То есть нам нужно посмотреть эффективность препаратов, блокирующих хер-2 и GFR-путь, антиангиогенные препараты и блокирующий БРАФ-МЕК-путь, как вы видели, высока экспрессия БРАФ и при раке яичников, и ПИ-3К, и МТОР-ингибиторы, которые очень много изучались при раке эндометрия. Что же получается? Если посмотреть на рак эндометрия, конечно, третьих фаз исследований нет, само собой. Мы рассмотрим вторые, известны только вторые фазы исследований. И вот что получается. Изучались эрлотениб, гифетениб, афетениб, лопотениб тронстозумаб, у больных с гиперэкспрессией хер-2, хер-1, афетениб при мутациях HGFR. И оказалось, что эффективность этих препаратов крайне низкая, отдаленные результаты крайне низкие, при этом очень высокая токсичность препарата. Поэтому данная группа препарата при раке эндометрия не показала свою эффективность, использовать их нельзя. Что касается рака шейки матки. Тоже изучались препараты эрлотениб, гифетениб, афетениб, цитоксимаб в монорежиме и вместе с химиотерапией. И можно тоже отметить, что эффективность препаратов крайне низкая. И эффективность, и отдаленные результаты лечения. Единственное, что авторы замечают, это комбинация эрлотениба с цисплатином у нелеченных больных показала высокий эффект лечения. Поэтому насчет ингибиторов ИДЖФР при раке шейки матки на сегодня эти препараты не рассматриваются, они неэффективны. Единственное, что авторы говорят, что можно нелеченным больным проводить эрлотениб, использовать эрлотениб с цисплатином. И исследования в этом направлении как раз сегодня продолжаются. По поводу рака яичников. И препаратов, которые ингибируют ХЕР2, ХЕР3 и ИДЖФР рецепторы. Изучался пертузумаб, лопотениб, тронстозумаб и афотениб при раке яичников. Как вы видите, результаты отрицательные. То есть эффекта нет этих препаратов. Единственное, что вторая фаза исследования сравнений пертузумаба с гемцитабином при подгрупповом анализе показала, что пертузумаб работает с химиотерапией при низкой экспрессии ХЕР3. Но что послужило поводом для проведения исследования третьей фазы пенелопа, на сегодня имеются данные этого исследования с низким уровнем ХЕР3. И оказалось, что преимущества от пертузумаба нет. То есть при раке яичников ни ингибиторы СЖФР, ни ингибиторы ХЕР2 не работают. И ИРЛАТИНИП изучался при раке яичников в поддерживающем режиме. Тоже результаты негативные. И, конечно, ученых интересовала, в чем же причина такого негативного действия всех этих препаратов. И оказалось, что, во-первых, при раке эндометрия и при раке яичников отмечается дефектный рецептор ХЕР2 без экстрацелулярного домена. И он встречается у 53% больных, то есть у более половины больных. Поэтому тронстозумаб не работает. Но не работают и малые молекулы. Они работают малые молекулы по причине низкой функции гена ПТЕН при раке эндометрия. А при раке яичников в основном ХЕР2 гиперэкспрессируется при муцинозном раке. А при муцинозном раке выявлена экспрессия муцина-4, которая вызывает резистентность тронстозумабу. Поэтому даже если мы имеем при раке яичников гиперэкспрессию ХЕР2 либо амплификацию, то это не повод к назначению данного препарата. Что касается антиангиогенных препаратов в онкогинекологии. Если мы посмотрим на первую линию лечения, то нам известны третьи фазы уже данные о бевоцинозумабе и еще есть данные позапониба. Это малая молекула, мультитаргетный препарат, который блокирует сосудистые факторы роста, тромбоцитарные факторы роста. И было показано, что бевоцинозумаб хорошие результаты дает в первой линии лечения. Ну и позапониб. Хотя позапониб не зарегистрирован в России, но в принципе он есть в наличии в нашем здравоохранении. А вот сарафениб – это тоже мультитаргетный препарат, который блокирует сосудистые факторы роста. Проведена была вторая фаза исследования в первой линии терапии. Вместе с химиотерапией в поддержке показал негативные данные. То есть преимущества его от добавления к первой линии лечения нет. Во второй линии лечения приплатно-чувствительных рецидивах у нас бевоцинозумаб демонстрирует положительные данные. И цедирониб. Цедирониб уже регистрируется в Европе. Я думаю, что скоро будет и в России. То есть это тоже препарат, малая молекула, который является мультитаргетным ингибитором сосудистых факторов роста. Цедирониб изучается вместе с алопарибом у больных и во всей группе плотно-чувствительных рецидивов. И особенное преимущество он показал при добавлении к алопарибу у больных с мутацией. То есть колоссальное преимущество по выживаемости без прогрессирования. Бевоцинозумаб при резистентном рецидиве демонстрирует преимущество в отдаленных результатах лечения. Но и известны сегодня данные требонаниба, который, вероятно, тоже скоро будет зарегистрирован. Вместе с химиотерапией, с оженедельным поклитокселом, тоже демонстрирует преимущество по выживаемости без прогрессирования у больных с резистентным раком яичников. Но при резистентном раке яичников есть данные по изучению позапониба во второй фазе исследования. В сравнении тоже с оженедельным поклитокселом. И позапониб тоже демонстрирует при добавлении к химиотерапии достоверно лучшие отдаленные результаты лечения при данной патологии. Известны данные второй фазы сунетениба, которые, к сожалению, демонстрируют негативные результаты при раке яичников. И афлиберцепт. Я постаралась проанализировать именно те препараты, которые на сегодня есть у нас в арсенале. Либо скоро могут быть. Афлиберцепт по отдаленным результатам не демонстрирует лучшие результаты, хотя время накопления асцита вроде как снижается. Но на отдаленные результаты он не влияет, пока его использовать не следует. Что касается БРАФ-мутаций при раке шейки матки, при раке эндометрия, изучались Даброфенип при раке эндометрия, при раке шейки матки. И показано, что... Притом мутация гена БРАФ такая же, как при меланоме, где данный препарат показал явные преимущества в отдаленных результатах лечения при раке шейки матки и раке эндометрия, результаты негативные. То есть, при БРАФ-мутациях при раке шейки матки эндометрия данный препарат использовать не следует. Так, что-то у нас тут... При раке шейки матки антиангиогенные препараты, ну, БЕВАЦИЗУМАП, он демонстрирует преимущество в монотерапии, даже выше, чем в цитостатиков. В первой линии лечения рака шейки матки вместе с химиотерапией тоже БЕВАЦИЗУМАП демонстрирует позитивное исследование. И вот при раке шейки матки также было одно исследование, которое сравнивало лопотениб с позапонибом, то есть ингибиторы ЭДЖФР и ХЕР-2 рецептора с позапонибом, антиангиогенным препаратом. И, конечно, позапониб демонстрирует достоверное преимущество по сравнению с ингибиторами ЭДЖФР, что говорит опять о пользе антиангиогенных препаратов и вне пользу антиэджефер и ХЕР-2 препаратов при данной патологии. И цидирониб тоже изучался при раке шейки матки вместе с химиотерапией, демонстрирует достоверное преимущество в отдаленных результатах лечения по сравнению с одной химиотерапией. Итак, что касается антиангиогенных препаратов в лечении рака эндометрия. Бевоцезумаб – это самый первый препарат, который изучался при раке эндометрии. Он демонстрирует преимущество по выживаемости без прогрессирования при данной патологии. Что касается МТОР-ингибиторов при раке шейки матки. Это больные изучали, цемсиролимус изучался у больных, которые уже провели одну линию терапии. В общем-то, стабилизация вроде 57%, но эффект лечения продолжительности эффекта намного меньше, чем любой химиотерапии. То есть считается, что эти препараты тоже неэффективны при раке шейки матки. При раке эндометрия изучался темсиролимус и виролимус. Тоже данные результаты хуже, чем химиотерапия при данной патологии. Но и виролимус изучался вместе с литрозолом и вместе с метформином. И именно с метформином и с литрозолом был продемонстрирован лучший эффект данного препарата. Но авторы говорят о том, что это, скорее всего, из-за эффекта именно метформина и литрозола. Поэтому на сегодня учеными МТОР-ингибиторы не рассматриваются как препараты, которые можно дать данной группе больных. Особенно после исследования ГОК-86П, когда получили первые данные, где сравнивали бевоцезумаб с темсиролимусом с химиотерапией у больных в первой линии и рецидивах заболевания, где было показано преимущество бевоцезумаба, чем темсиролимуса по выживаемости без прогрессирования и по общей выживаемости. Даже есть данные общей выживаемости. Поэтому МТОР-ингибиторы признаны неэффективны при раке эндометрия. То есть позитивный только оказался бевоцезумаб. Были попытки изучения, с чем же связано отсутствие эффекта МТОР-ингибиторов при раке эндометрия, потому что на них возлагали большие надежды. Но оказалось, что объяснение ученых сводится к тому, что, возможно, недостаточная биологическая доза этого препарата. И рак эндометрия все-таки это опухоль, которая связана с постоянной экспрессией эстрогенов, инсулина. То есть наиболее активны именно эти пути, которые связаны с эстрогенами и с инсулином. А не другие пути канцерогенеза. Тем более и эстрогены, и инсулин, они все подавляют активность ПТЕН-пути. Следовательно, МТОР-путь не активен. Метформин мало того, что блокирует инсулиноподобный фактор роста, он блокирует и ПИ3К, и ПТЕН-путь, и оба пути канцерогенеза. При раке эндометрия он эффективен, показал свою эффективность у больных с диабетом. Но потом стали изучать данный препарат при раке эндометрии вне диабета, давали пациентам без диабета. И оказалось, что выживаемость больных, выживаемость без прогрессирования больных вне зависимости от диабета, все равно имеется преимущество при использовании метформина, чем без него. То есть, в основном, при раке эндометрия получается, что таргетные препараты, которые эффективны, это те, которые блокируют рецепторы, и те, которые блокируют инсулин. И на сегодня проводится вторая и третья фазы исследования. В первой линии как раз добавление метформина к химиотерапии и использование его в поддерживающем режиме при раке эндометрия. Что касается иммунотерапии. Рак яичников, рак шейки матки, все исследования, которые сегодня проходят при этих локализациях, они на самом деле только в начале пути. Единственное, что на сегодня можно рекомендовать, это в мультикагортном исследовании, где изучался пембролизумаб в опухолях с МСАЙ, с микростолитной нестабильностью, были больные, зелененькими стрелочками, написано больные с раком эндометрия. И как раз у этих больных отмечался достаточно высокий ответ пембролизумаба. Поэтому, в принципе, этот препарат при нарушениях МСАЙ, при раке эндометрии, он встречается до 45% случаев, можно использовать уже зарегистрированный в России препарат. В отношении молекулярного профилирования, молекулярно-генетического профилирования, надо ли его учитывать при выборе лечения? На сегодня проводится одно исследование матч, именно при онкогинекологии, где рандомизация больных осуществляется в зависимости от подхода к лечению, от экспрессии мутации генов. Если есть экспрессия и мутации, то назначаются таргетные препараты, а другая группа им проводит стандартное лечение, как принято по стандартам страны. Но на сегодня известно исследование ШИВА, в котором изучалось 190, было рандомизировано 195 пациентов, и лечились больные по молекулярным маркерам, по экспрессии и по мутациям, в зависимости тоже от стандарта лечения. И из этих больных 195 и 95 были с онкогинекологическими заболеваниями. Видно, какой процент нарушений встречался, то есть это ПТН нарушение, АКТ нарушение, ПИ-3К нарушение, и оказалось, что результаты выживаемости без прогрессирования были совершенно одинаковые. между теми больными, которых лечили в зависимости от экспрессии мутации гена, и между теми, которые лечили по стандарту. Поэтому, в заключение, что мне хотелось бы сказать. Понятно, что лекция получилась не совсем позитивная, потому что очень много негативных исследований, о которых предпочитают не упоминать. Во-первых, не все молекулярно-генетические изменения и мутации они предикторы эффективности таргетных препаратов. То есть может быть экспрессия, может быть мутация, но это может быть неактивный путь канцерогенеза. Пока эффективность при онкогинекологических заболеваниях у нас демонстрирует только ряд антиангиогенных препаратов, кроме сунитениба, сарафениба и флиберцепта, в принципе, бевоцезумаб, позапониб, те, которые есть у нас в арсенале, эти препараты можно использовать. Ингибиторы HER2 и GFR-MTOR не демонстрируют ту эффективность, которую ожидали. То есть это препараты неэффективны в онкогинекологии, кроме как авторы предлагают, что возможен эрлотинип с химиотерапией при раке шейки матки. И лучше всего именно с химиотерапией использовать данные препараты. И при раке эндиометрии получается из всех таргетных препаратов, кроме антиангиогенных, наиболее эффективны это антидиабетические и гормональные препараты. Ну и вот возможно на сегодня использовать и пембролизумаб при нарушениях MSI. А уж тем более использовать мутацию или гиперэкспрессию того или иного маркера для назначения таргетного препарата, который показал эффективность при других локализациях, конечно же нельзя. Благодарю за внимание. Если есть вопросы... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ